всем доброе утро сегодня день у меня несложно совершенно так пробегусь понемножку покажу вам расскажу как я вы это буду готовить допустим стручковая фасоль 10 40 килограмм она заморозка замороженная лук я от пассеровал добавил в него чабер не путайте с чабрецом чабер это как по-другому сказать можно фасолевая трава или горчичная трава как ее тоже называют по-русски чеснок соль и перец но к использую много поэтому я делаю его просто он у меня очищены и идет замороженном состоянии просто отбрасываю на точнее в мерный стакан заливаю растительным маслом добавляю соль и добавляю немного лимонного сока далее это все профилирую и все лимонный сок позволит мне сохранить у чеснока цвет но неделю может быть немножко дольше ну и соль будет являться консервирующим средством в принципе у меня чеснок уходит вот такая бадья в она может и за день у меня уйти но как правило и за два за три дня и раскидываю так ну вот вода у меня уже закусила значит в одной емкость я буду по 10 килограмм не более стручковую фасоль бланшировать и шумовочкой буду уже откидывать сюда в холодную воду льда я не буду бросать потому что смысла нет я буду просто добавлять воду если мне нужно будет здесь добавлять а здесь лишнюю не допускать так ну вот 10 килограмм я бланшировал а теперь уже готовую стручковую фасоль сразу в холодную воду тут же ее и охлаждаю внизу кран я немного открываю чтобы у меня вода которая более так теплая если она стала ее сразу спускаю и включая одновременно кран с холодной водой чтобы охлаждать это все ничего такого сложного нет есть стручковую фасоль которую в принципе можно приготовить в комиктомате в паракомиктомате но это как правило от фирмы бондуэль идет но я предпочитаю все-таки фасоль отваривать потому что она все-таки сохраняет в этом плане лучше свой цвет и она вкуснее просто напросто для сохранения зеленого цвета мы на кухне применяем натрон но с натрон это такая такой порошок с которым нужно работать очень осторожно допустим с фасолью я еще с ним работаю но ни в коем случае не с такими овощами как и брокколи иначе буквально узнаете забросите этот натрон воду закинете брокколи и вас буквально через минуту уже будет каша то есть он настолько расщепляет что лучше им не работать лучше работать холодной водой вовремя охлаждать и все будет нормально да да и цвет сохранится работайте в таком случае просто со льдом сварил закинул забросил лед готова окно овощи вот я отбросил на сида чтобы у меня лишняя вода стекла ванну я подготовил сюда я сейчас забросу свой от пассерованный лук который у меня уже охлаждается в чиллере он уже будет меня холодным чтоб не по два раза не охлаждать и и овощи и лук одновременно случился за мной один раз в моей жизни такой случай довольно очень неприятный именно со стручковой фасолью это было меню более тысячи человек это было очень жаркое лето и овощи я отбланшировал они были свежи отбланшировал лук я отдельно от пассеровал но так уже наверное время подходило ближе к окончанию рабочего дня я решил схитрить ну тогда у нас и не было каких-то охладительных приборов на тот момент скажем так я думаю хорошо я распределю этот от пассерованный лук сразу сверху брошу пока на овощи но не папа гастроем по семье их по шестерочкам раскидал забросил лук накрыл крышкой и думаю что за то время в холодильнике за ночь она спокойно остынет и ничего не страшного не случится да и какого и какого же было мое разочарование когда я следующий день пришел открыл крышку и вы не поверите и буквально за ночь этого небольшого количества тепла хватило для того чтобы овощи начали пробить вы не представляете как я как я испугался честно говоря потому что меню тысяч человек это каждому гостю нужно дать на тарелке а если давать ничего и приготовить и уже доготовить приготовить времени нет да и не только времени нет такого продукта это не то что там же два три килограмма там уже идет на десятки килограмм так ну и что же мне делать но проблему я решил конечно я был в жуткой панике потому что я не знал действительно не знал что делать я просто мне повезло в таком плане что я весь лук я его не размешал я его бросил так просто горкой и на следующий день мы я открою и каждая этот гостроемкость и перемешаю уже тогда вот это меня и спасло иначе бы забродило бы все и тогда я не знаю даже что бы не что бы я делал отдельно потом от пассеровал лук еще все перемешал и все прошу нормально овощей хватило тютелька в тютельку но немного поменьше дали да и все на конечках выкрутился всем доброго утра но сегодня у меня ничего сложного абсолютно нет единственная большая версия это тортилине 146 килограмм но я нашел как готовить тортилине и не только тортилине и другие продукты тоже в конвектомате за один раз я могу спокойно приготовить 50 килограмм распределив их так я вам показывать все не буду потому что у меня есть будет отдельное видео где я буду подробно останавливаться вот на таких вот больших вещах как раз идет вот одна партия мне уже готова сейчас я их вытащу и приготовлю следующую я могу конечно и больше готовить их здесь нужно будет просто здесь нужно будет просто тогда продумывать логистику как все это дело охлаждать ты готовит я приготовлю я могу сразу все четыре комиксами томата загрузить и будет мне счастье это без малого так если 75 50 125 килограмм могу готовить сразу один раз но игра проблема будет в том чтобы все это остудить метод приготовления этот довольно щадящий и при нем ни одна тортелинка у меня не расклеится не сломается не рассыпется так далее и тому подобное очень удобно отечественная разработка то есть моя личная поэтому я ее очень-очень доволен вот на фирму пришли деликатесы довольно такие серьезные октопусы но я сейчас взвешу мне самому просто интересно сколько весит самый большой такие мощные экземпляры ну минус 5 грамм то что было на висках и того получается у нас неплохой неплохой вариант почти столами килограмма такой большой я честно говоря таких больших не видел вот это не купили специально два штуки и с ними будет работать наша ученица чтобы она смогла как чтобы человек знал по не понимал понятия о чем что заказать зачем то есть образование проходит не просто так что там только картошку числили еще что такое нет у нас на фирме к этому делу подходят более серьезные она будет потом дальнейшем готовить ну как то так так мы закину сразу и 2 что не потянут 6 250 хороший вариант да мощные такие мощные тот человек который сейчас заказывал его сейчас нету поэтому я не могу знать цену о чем он заказывал в принципе без разницы если если гости за это платят то она того стоит у нее нож как у меня красавица ваше вас вас да смеси кинал золи войне я все еще на стайл а мандактима я дейшн обкидут из это дайвеса не шапкинут из-эссердвеса фонги путан у нее нож такой как у меня и все считают что он точно его нет у нас рождения такой я уточнил цену за килограмм 22 22 евро в принципе это не так дорого это хорошая цена на какие я видел там цена была одета сейчас сейчас 30 может быть 32 33 евро за килограмм принципе на 50 процентов дешевле куплены я считаю что это хороший вариант точнее на 30 процентов зависимости от того как считать клюв у него должен быть большой хотя его не видно но клюв есть такой мощненький вот шеф попросил меня его подменить так как он там занят дал задание доготовить до конца совойскую капусту здесь я и бланширую здесь я ее тут же охлаждаю теплую воду которого образовалась я ее сразу спускаю наливаю холодную и эту часть сброшу через сито через большое и затем добавлю сюда и холодной воды залью а сужу солью в гастрономические емкости с отверстиями и поставлю на телегу чтобы вода потихонечку стекала вода стечет отдельно приготовлю соус и потом все смешаю когда уже соус остынет конечно все было холодное с холодным а не так что холодный с горячим чтобы не не начался процесс ображения и продукт не исполнился так вот коллеги его уже сварили они его сварили вчера вечером я уже ушел домой я сейчас просто хочу его взвести посмотреть сколько же этот красавец потерял варили него чуть больше часа так мне нужно по нулям сбросить поехали ну вот чуть больше половины ну маленькую ножку как мы моему не маленькую ножку отрезали съели имею ввиду но все равно в принципе не так много потерял чуть 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 больше 50 процентов сколько там был сейчас я не помню 6 248 пускай будет 57 ну ровно половину до потерял 3 килограмма потерял тем не менее красавец знаете как это отличить как называют женского и и мужского рода одного зовут октопус а другого октопуси кто английский понимает тот поймет для выездной партии мне нужно подготовить кукурузу сейчас конечно еще не сезон кукурузу но я делаю следующее то есть и можно купить ее замороженном виде без проблем я ее приготовил под паром в гостроемкой секунды с отверстиями вытащил в горячем виде посолил со всех сторон и теперь я наношу маринад маринад простой оливковое масло и немного росмарина крота для прованс прованс прованских трав немного чили а на месте все это пойдет на гриль со сливочным маслом было бы конечно лучше но сами знаете проблему с теми кто не переносит лактозу и как правило это всегда чревато поэтому я сразу буду делать без лактозы оливковое масло да еще в маринаде чеснок самое главное чтобы запах шел так чтобы все слетели ся вот так вот выглядит моя кукурузка значит но я всегда делаю если что-то делает для кого-то то я делаю сюда как для себя человек никогда не плевался и вспоминал меня плохим словом сейчас я ее охлажу еще и одному же шерпу так как меня на партии не будет старая уже стал для партии куда мне беднее старый для фирменной партии если погулять туда так придется там работать и не покладая рук все-таки там будет 2000 человек и нужно будет шуршать выходные я могу прекрасно провести семьей ну вы понимаете сегодня случилось неприятное как неприятное шеф купил свежее молоко задвинул его туда куда не нужно двигать естественно я его не видел он ничего не сказал но в итоге 20 литров молока прокисло но это конечно ничего страшного я спокойненько переработаю молоко в творог который мы всегда можем пристроить но на сыворотке можно приготовить прекрасно блины но я готовить для себя не буду для фирмы тоже нет а если вы хотите приготовить то под видео я оставлю рецепт можете приготовить на сыворотке прекрасно получается блины мало ли у вас останется или будет или кто его знает